Улыбаясь к люку, по бульвару кашу, За второго люка на него не гляшу. Он протянет руку, и ему я скажу, Я хочу, что здесь родился, здесь и умру. Я вам не скажу за всю Одессу, Вся Одесса очень велика. День и ночь гуляла вся Пересыпь, На веселой свадьбе моряка. Про такой район, как Пересыпь, можно говорить долго. В начале 19 века усилиями градоначальника Левшина Здесь были насажены сады, рощи из пирамидальных тополей, вербы, лозы разных пород и тамариска. Это закрепило поззучий ландшафт Песчаного моря И убрало пылевые бури, пронизывавшие город насквозь. Там вскоре выросли густые леса, в которых горожане даже охотились на зайцев и вальшнепов. Сейчас он знаменит, известным на весь город радиорынком, Рядом с которым располагаются руины синагоги Нахлас-Елиазер, Которая была построена в 1890 году на средства купца Лейзера Клебмана и еврейского населения. В подвека она была молельней только для низов еврейского населения города. В основном портовых грузчиков и бендюжников. Также обеспечивала мацой одесских иудеев. Также здесь находится действующий православный храм Честь Казанской иконы Божией Матери, Которая была построена и освящена 21 ноября 1846 года. Этот индустриальный район славился своими крупными заводами. А в 1867 году фирмой Эммануил Ванштейн и сыновья в Одессе была построена паровая мельница по образцу венгерских мельниц высокого помола производительностью 2000 пудов в сутки. Мельница располагалась на Московской улице 20 на Пересыпи, в те годы уже бывшей промышленным районом города, где были сосредоточены многие паровые мельницы. В 1898 году после пожара мельница была реконструирована и вошла в число лучших мельниц мира. В год она давала 3,5 миллиона пудов муки высшего качества, значительная часть которой шла на экспорт. Работала мельница вплоть до войны. При отходе фашистских оккупантов 8 апреля 1944 года была взорвана. После войны в 1949 году восстановлена. Григорий Эммануилович Вейнштейн в 1896 году на свои личные средства построил специальное здание для Одесской школы «Мукомолов» на Московской 22. Ныне эта улица называется Черноморского казачества. Отсутствие постоянного источника для содержания школы служило препятствием к ее открытию. В мае 1901 года 6-й Всероссийский съезд «Мукомолов» приняло обязательство субсидировать Одесскую школу «Мукомолов» в размере 8 тысяч рублей в год. Исходя из постановления съезда, Министерство финансов приняло решение открыть Одесскую школу. Официальное открытие Одесской школы «Мукомолов» фактически первого в России учебного заведения для зерноперерабатывающей промышленности состоялось 20 октября 1902 года, в день ее торжественного освещения. В 1909 году Одесская школа «Мукомолов» была преобразована в Одесское мельнично-техническое училище. К этому времени Одесская школа уже завоевала авторитет, о чем свидетельствует высокая награда на первой Всероссийской мукомольной выставке 1909 года. Малая золотая медаль. Здесь же находится достаточно интересное место – Свято-Никольский храм Трудолюбия. И располагается он по дороге на Хаджибеевский лиман. Здесь усердием и тщанием купца Петра Ивановича Степанова в столь пустынном месте в память о царе-миротворце Николая I всего за год был построен храм в честь святителя Николая с Домом Трудолюбия, который просуществовал около 20 лет. По тем временам такое заведение, как Дом Трудолюбия, был уникальным проектом, ведь это был приют для бездомных людей, где местная беднота приобретала приют и ремесло, несложное, но способное прокормить. Ночлег и питание не были абсолютно бесплатными, но для работающего в доме вполне посильные, причем принимали в Дом Трудолюбия как мужчин, так и женщин. Здесь нашли приют сотни человек, многие обучились ремеслам и нашли свой путь в жизни. Было произведено множество товаров, которые продавались на особых оттках на одесских рынках. Многие одесситы, ремесленники и купцы приносили в дар этому заведению различные орудия труда, инструменты и материалы. Дом Трудолюбия просуществовал до революции 1917 года. В этих краях существовала лакокрасочная фабрика кременчугского купца Шреттера, основанная в 1856 году к началу 20 века, представлявшая собой одно из самых крупных предприятий своей отрасли на юге Европы. В 1875 году перешла в собственность Одесского товарищества фабричного производства красок и лаков. Отсюда можно попасть на Хаджибеевский лиман, на который вас отвезет ставший уже легендарным трамвай номер 20, или как его прозвали, Камышовый трамвай. А по пути нас будут встречать старинные бельгийские остановки. Подобные остановочные комплексы создавались в период 1910 и 1915 годов. Также здесь есть заброшенное старинное казацкое кладбище Сотниковской сечи, которое было основано в конце 18 века, еще до основания Одессы. Самое раннее из сохранившихся могил кладбища Сотниковская сечь датировано 1791 годом, то есть появилось за три года до основания современной Одессы. Камышовым трамвай прозвали Камышовым. Потому что в этих местах он проезжает через очень высокие заросли Камыша. История Камышового трамвая начинается в 1883 году. 19 мая 1883 года был открыт маршрут парового трамвая от Нарышкинского спуска до Хаджибеевского лимана. В начале 20 века Камышовый трамвай был полностью переведен с конной тяги на электрическую. История Камышовым трамвай Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok 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 До 1917 года Ходжибеевская дорога вела к одному из двух известнейших лечебных санаториев в Российской империи. Первый – это Куяльник, второй – больница грязевых песчаных ванн рядом с Ходжибеевским лиманом.